Вот объясни мне этот парадокс все-таки, что футбольные болельщики, фанаты шахтера, во-первых, стали сторонниками Евромайдана в значительной мере, во-вторых, пошли защищать Украину. Ведь, почему я так вижу в этом противоречие? Потому что местечковый патриотизм, то, что мне лично и нам всем говорил Ахметов 31 декабря 2013 года, что он патриот Донецка, это и есть сепаратизм. Быть патриотом Донецка, это значит противопоставлять себя Украине. И он именно так видит свой патриотизм, и он это доказал своими поступками. И его шахтер, это как бы с ним связано, он фактически отмывает свою репутацию с помощью шахтера. Вот как это согласуется, что тем не менее патриотами Украины, а не Донецка, не ДНР, потому что донецкие патриоты, они в ДНР, а патриоты Украины, они воюют за Украину. Так вот как понять, почему фанаты шахтера все-таки не стали ДНРовцами в значительной мере, а пошли воевать за Украину? Как это объяснить? Я думаю, на мое субъективное мнение, я тоже задумывался об этом, я там даже в некоторых статьях и в некоторых книжках этого касался, а на мое субъективное мнение мы были просто имплементированы и участвовали в общеукраинском фанатском контексте. Что я по этому подразумеваю? Мы ездили на выезда во Львов, мы ездили на выезда в Киев, пусть мы там часто и, естественно, надрались, но были матчи сборной, где с Донецка всегда старалась определенная часть поехать на матчи сборной, и, соответственно, мы на матчах сборной пересекались с другими фанатами. Соответственно, когда приезжали те же самые фанаты со Львова, мы понимали, что если у нас будет с ними субкультурная, междвижевская война и противостояние, то это будет использовано некоторыми политиками, будет использование для нагнетания вот этих вот настроений запад-восток. Ну и, соответственно, мы встречали фанатов со Львова и очень часто их в Донецке сопровождали, чтобы местные какие-то придурки к ним не пристали. Соответственно, мы очень часто, когда ездили во Львов, мы очень часто с ними нормально общались, погуляли по Львову и в сопровождении их для того, что они нам показывали там город. Но, и тут важнейше понять контекст. Важно понять, что фанаты Карпат, они состояли в одном фанатском лагере, это там, где Днепр и Динамо, а фанаты Шахтера были в другом фанатском лагере, где Черноморец и Ворска, противостоящие тому фанатскому лагерю. Это так, я тезисно рассказываю. Ну и тут это очень важно. Ну и все-таки мы соблюдали, фанаты Шахтера и Карпат соблюдали нейтралитет. Кроме этого, мы были имплементированы в общий украинский контекст, в том, что мы совершали много поездок по Украине. Мы были в Уцке, мы были в Киеве, мы видели, что там никто никого не расстреливает за украинский или русский язык, никаких там бандеровцы с ножами не ходят и не выискивают там с постройки Донецкой и Европейской. Никто не отказывается обслуживать, если мы обращаемся где-то в Уцке, либо в Сдолбунове по дороге в Уцк, просто на выезде это там станция, где меня как-то высадили. Никто там с ножом не пытается нас зарезать. И все вместе вы болели за Украину, да, на матчах? На матчах сборной, естественно, и даже не на матчах сборной, когда там сборная на выезде играла. То есть абсолютно, если даже кто-то проанализирует трибуны фанатов Донецкого шахтера, там довоенные и там с 2006, да не с 2005 года, вот я просто скажу, с 2005 года, активно там 2006 года, то проанализируют, то у нас на фанатских трибунах никогда не было, ну, может быть, там пару раз случайно были, там какой-то там имперский российский флаг, но красно-черный у нас постоянно были. В этот Повстанске из Холодного Яра у нас постоянно висел черный флаг. У фанатов шахтера. У фанатов шахтера на трибуне. Желто-синий у нас регулярно были, да у нас, ну, как бы флаги были, особенно на матчах Лиги Чемпионов. У нас даже перформанс был, помню, там 2007 год, матч с Олимпиакосом, когда у нас оранжево-черный и желто-синие цвета, ну, там, на Лиге Чемпионов все-таки международный матч у нас были, как-то такое модульное шоу было более... Не путаю, по-моему, на каком-то выездном матче из-за этого черно-красного флага к нам были претензии у кого-то из европейцев, да? Да, у нас и у администрации Донбасс-арены постоянно к нам были претензии. О, можно об этом подробнее? Да, у милиции были постоянно к нам претензии из-за этого. С чиновниками из Шахтера и из Донбасс-арены были у вас противоречия какие-то? Постоянно шла холодная война с ними, им вечно что-то не нравилось. Ну, иногда, конечно, и было сотрудничество, тут не надо этого исключать. К примеру, они нам дали разрисовать граффити, где фанатские сектора были, там стены дали разрисовать. Они нам даже выделили каморку, да, там, где мы могли перформанс скидывать, ну, там, помещение на Донбасс-арене, где мы могли это все скидывать, чтобы не таскать баннер с собой всегда, а их оставлять на месте. Это классно, классно. Но у них без конца были там претензии только к красно-черному флагу. То есть они его националистическим или нацистским считали? Они говорили, что это политика. Без конца данные с камер охраны оказывались у милиции, да, как бы. Но если вы считаете нас частью своей команды, потом сдаете же наши данные ментам, милиции, о какой дружбе может идти речь, как говорится, да. Да, то есть, соответственно, давайте вспомним это видео северское с канала НТВ, когда они зашли на Донбасс-арену и взломали какой-то сейф. Это весной 2014 года или летом 2014 года. И нашли папку, и начали эту папку листать. Это весна 2014 года. А там наши данные есть все. Это видео есть в Ютубе, я могу там скинуть тебе ссылку, как бы. И, а потом по этим адресам, то есть, кто-то, получается, я, насколько я знаю, только милиция может собирать какие-то базы данных. А там Донбасс-арена, как частная структура, собирала какие-то базы данных. Что это? И потом по этим базам данных, по фотографиям, по работам, по домашним адресам начали ездить сепары и нас искать. Весной 2014 года. Весной 2014 года. У меня есть даже там, ну, это НТВ снимала российская. То есть, понес ли кто-то за это ответственность из Аббас-арена, я не слышал. А был еще инцидент, когда кто-то из футболистов Шахтера какие-то сепаратистские вещи высказывал. Ну, бывало. Это уже после 2014 года. У вас не было на этой почве противоречий или конфликтов? Ну, к сожалению, большинство футболистов не отличаются умом и сообразительностью, как-то патриотической позиции большинство. Но там есть вопрос, ну, как бы был когда-то вопрос по пятому. Ну, по пятому можно понять. Он проезжал, его там попросили сфоткаться. Он, как человек, видящий весь мир из Мерседеса и люка самолета, он, может быть, не отдавал отчета, что происходит, как бы. Ну, сфоткался, то и сфоткался. В конце концов, мы тоже ходили... А кем он сфоткался? С какими-то сепарами на боков месте сфоткался. Ну, в конце концов, Тань, мы же тоже ходили на сепарские митинги смотреть в капюшонах. Дядю Юлия, это меня там, может, сфоткали, потому что я тоже ходил, наблюдал, смотрел, как у них, что, ну, как бы это... Я не пятого сейчас имею в виду. Кто-то, по-моему, Ребров. Нет, Ребров. Кто-то из донецкой команды высказывался против Украины. Именно высказывался, а не фотографировался. Ну, у нас там, ну, и слушай, Тань, есть там ряд вопросов, к ряды футболистов, ну, и к бывших, там даже и бывших. Есть там ряд вопросов, но именно там в плане, что там ярого антиукраинства, я такого, если честно, не помню. Что-то у них там, у них, я бы сказал, у них такая позиция непонятная и... Как у артистов. Кто нам заплатит, там и поем. Да, 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 неопределенная, как бы, но очень, на самом деле, странно видеть люди, которые играют за национальную сборную. Отсутствие какой-то ярой проукраинской оппозиции. Вы же представляете это государство, свое государство. А сами не можете понять, что происходит на Донбассе на восьмой год войны. Но тут уже, тут уже к этим футболистам надо реально, мне кажется, задуматься о какой-то адекватности общечеловеческой. И там, и нет у них проблемы с головой. Ну, если футболисты, имеющие там время, имеющие деньги посмотреть, проводящие свою жизнь, там, частично на западном мире. И не могут понять, что происходит на Донбассе, но такое, странное. Можно все-таки сказать, что все люди разные, и у них разные взгляды и убеждения, и все имеют на это право. Но если оценивать сообщество футбольных болельщиков, шахтера, вот это комьюнити, это сообщество, то это патриотическое в основном. Абсолютное. Или не в основном, а в большинстве. Нет, это в основном, это в большинстве, в основном это патриотическое. Ну, смотри, там, у нас на данный момент, у нас есть три погибших парня, там, за, там, ну, с начала войны. Это Игорь Казак-Прудников, парень, лидер харцизской фанатской группировки, ультра-шахтера. Это один из малых Движевских, Растишко, парень, который погиб, там, в шестнадцатом году и в семнадцатом. Это тоже малой, который, ну, который из Донецка, который погиб. И это расписной, боже мой, мне стыдно, но я не знаю их фамилии, имена, знаю их по кличкам. Да, этот, ну, и расписной, человек, который гереческий, он там не был прямо таким активным фанатом из-за возраста, но на секторе он был и появлялся, как бы, то есть и... Взрослый он, в смысле, уже? Нет, 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 он был такой... Да, он был медный, а не мелкий, вот эта Растишко, этот, если Казак, он был хотя бы там, ну, более-менее взрослого возраста, то те просто были там по восемнадцать-двадцать лет. И расписной вообще он в аэропорту, киборгом был, как бы, ездил в аэропорт, ездил. То есть, и, ну, и у нас уже есть, ну, Тань, как мы можем, как наши комьюнити может быть нейтральным, либо как-то неопределенным, если у нас уже есть погибшие? Если мы в четырнадцатом году, ну, практически всем пришлось, 95% пришлось просто бежать. Не просто уезжать, а просто бежать, потому что по квартирам, по работам ходили менты и сепары, и просто нас уже, ну, там, забирали, и этот... Ну, о какой нейтральности? Конечно, мы ненавидим всю эту оккупационную, там, власть, всю эту ДНРовскую шобу, и, ну, мы сделаем все после возвращения, чтобы они отправились в освоясь, а будь это Россия или это, то это уже решит ситуацию.